АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что лет так 10 или 12 назад я впервые с ним познакомился и он мне очень понравился. Он вообще режиссер, актер по основному своей специальности, но очень интересный автор песен, не похожий на других. И я помню, что на Грошевском фестивале, где я еще был председателем жюри, еще был Советский Союз, он занял у меня первое место. Потом стали говорить, что вот Градницкий подслуживает Антона Духовского, но на следующий год, когда был такой же фестиваль в Киеве, и я на этом фестивале вообще не был, там был другой председателем жюри, тоже всесоюзный, он снова занял первое место, уже без меня. Он интересный режиссер, у него был театр Муравидник, удивительная вещь, детский театр, он из старшеклассников создал театр в Ленинградской области, в Сестероевске, и этот театр ставил не больше, не меньше, они ставили пьесу по Александру Галичу «Кадиш», посвященную памяти великого человека, врача Януша Корчика, который вместе с детьми пошел в печь. И дети, русские дети в области питерской, значит, выучили специально иврит, чтобы петь песни, которые пели сожженные еврейские дети в этой самой поэме. И удивительно, эта пьеса там пользовалась большим успехом, сидели, матери их плакали, еще что-то такое. Я приехал туда на премьеру, по-моему, и был совершенно потрясен взаимодействием. Человек он замечательный, он, в общем, так сказать, песни у него интересные, и, в общем, так сказать, разноплановый. Вот, по вниманию, у женщин очень красивый парень, он вообще был, сейчас не знаю, порой несколько лет я его не видел, но не это главное, знаете, он очень яркий, интересный человек. Поэтому всех я агитирую прийти его послушать 31 числа, хорошо? Спасибо. Значит, что у нас там еще? Саша, это что? Наверное, все, да. Наверное, с этим все, да. А это что? Это все-таки просят петь про истор, что ли? Нет, ну это тоже заявки, но это какие-то другие, да. Если вдруг слова не помнить, что такое? Это что такое? Если слова не помнить. Нет, это я все помню. А что, вся пачка для заявки? Нет, всю пачку я петь не смогу, а я не понял, что же в качестве заявки. А сейчас мы пойдем по этим. По каким? По этим, да, хорошо, давайте. Поедем дальше по заявкам. У нас такое дело. Начнем. Не получится. Ну, давайте, чего получится? Я рассказывал, какие замечательные записки я стал получать на концертах. Ой, сейчас в Новозеландии какую-то еще смешную записку я получил. Дорогой Александр Моисеевич, я много лет поклонился вашего творчества. Живу я там в Новозеландии. Какая-то Инна Солдатова. Сейчас помню. Я два года назад была в Ленинграде и увидел там вашу книжку. И долго стояла, и мне сказал продавец, что вы иногда заходите в этот магазин. Я стоял один день, пришла на следующий день, но вы так и не пришли. Куда бы я узнала, что вообще живете в Москве. А в городе Казани, я говорю, да, кстати сказать, значит, как сейчас помню, 3 марта, значит, этого года, я летал в Киеве вместе с замечательным ансамблем песни нашего века. И мне было 10 лет, юбилей был. И так, я с ними там выступал, и узнал от них, что они собираются писать диск моих песен. Они обычно пишут, записывали песни классиков, но уже ушельщик, так сказать, в мир иной. Там они писали Куджаву, Берковского, Высоцкого записали и так далее. И вдруг они за меня взялись. Я говорю, ребята, что вы меня пишете? Я же еще живу. А братьям ищите, мне говорят, я сам сечу, вы не волнуйтесь, мы еще и не записали. Так вот, теперь они записали. И 14 ноября, если я правильно не ошибаюсь, что в Театре Эстрады, бешеная цена на билеты, меня звонят, выражают протест, я-то при чем? Вот, значит, состоится презентация диска моих песен в их исполнении. И когда я пытаюсь объяснить, что это не мой вечер, что я там вообще ни при чем и прочее, и прочее, и уже звонят для этих контрабарочек проведите. Я говорю, не могу, потому что это не мой вечер и так далее. Вот, если кто-то очень хочет, может на эту презентацию попасть. Я не знаю, буду ли я там сам, в качестве старика Державина, или к этому моменту мне уже вообще неприлично существует на этом свете. Потому что вторая записка, которую я получил в Казани, примерно в это же время, я, по-моему, ее цитировал. Важаемый Александр Мясевич, не кажется ли вам, что авторская песня сегодня выродилась? Поют под минус, поют под плюс. Вместо стихов какая-то попса. И дальше. Такое счастье, что вы до этого не дожили. Простите, я прошу прощения, наш залпи. Вот такая цепь. Ну, хорошо. Тут целый, ого. Геленджик просит. Значит, мне сегодня позвонил замечательный сканер для авторской песни Валерий Чичи, это из Санкт-Петербурга. У него юбилей, 18-го числа, и к юбиле он собирается выпустить свой диск. Он попросил разрешения записать вот эту песню про Геленджик. Но я вам кажется, что это разрешение. Дело в том, что эту песню я никогда не пою. Если я вспомню слова... Мы знаем это? Как ты сменился за ног. Хорошо. Медленный. Это 74-й, что ли, вот, или 73-й, я уж не помню. Какой-то очень случайный сканеротечный роман «Бириджикет». По-моему, раньше я учился... Да, наверное, раньше. По-моему, я уже тревогу, я наружу, и мне... Я помню, что была... Пели на другую мелодию. Школа по морской геологии «Бириджикет» была... Это 71-й год. Ну, попробуй. Как изменились все за ночью, вот, все стало выглядеть иначе, и бедят холодом. А трог и губ твоих вчера горячих в чужом перу, похмельный гость, с тобой прощаюсь, торопливо в небе житьее Гремит мой глаз над белой пеною залива. В чужом перу отменный гость С тобой прощаюсь Торопливо в небе он живет Но видно глаз над белой, белой за ним Уходят в море корабли Ползет в туман, как одеяло И быть с тобою не смоги Поскольку вдруг тепла не стало Был день вчера, как песня прост А нынче ты, якуни рада Гленджике гудит на нос Сбивая кисти винограда Был день вчера, как песня прост А нынче ты, якуни рада Гленджике гудит на нос Сбивая кисти винограда Ты писем долгих не пиши Не долги были ночи наши И склеить наши две души Как половинки разных чашек Не видно птиц, не видно звезд И на пути, а правда нету В Гленджике гудит на нос И не вернуться больше лету Не видно птиц, не видно звезд И на пути, а правда нету В Гленджике гудит на нос Гленджике гудит на нос На основе всех моих, ну может не всех А тех неудачных романов Которые отражены в стихах и песнях История книги забавна Главный редактор издательства Питерского Которая выпускала книгу В воспоминаниях моего первого редактора Александра Ильича Рубашкина Прочитала в книжке Тут эта книжка, по-моему, есть Гадание по ладони, бывшей в Питере Поэму «Христианка Оля» Я обычно всю жизнь не писал никаких эротических сегов Но как-то меня один раз разобрало В 1997 году я написал поэму «Христианка Оля» Достаточно эротическую на ходе всего, что я пишу И тут же спрятал ее, испугавшись, что, так сказать, не дай бог, кто-то ее видит А прошло, значит, лет десять, и мне стало жалко, что помру и пропадет Я ее напечатал Она имеет очень странный резонанс Хотя, что-то дама средних лет почитала эту поэму Я сказал, все, что он пишет на тему любви, все буду печатать Пусть какая-то свои сеги и сдам книжку Я послал сеги, сейчас книжка выходит из печати Там эта поэма, конечно, тоже есть Ну и эта песня есть Тихий океан, посвященная героиню этой самой поэмы Которой Юрий Висборг дал имя Кристианка Оля Это сложная история, потому что я сейчас Откуда пошла Кристианка Оля? Сейчас я вам спою песни из пушкинского цикла и поймете откуда Дуэль Кристианка Оля? Там головы гневые, склоняяя у огня Друзья мои, милые, скучают без меня Там чаша жёлткой спелой задышит горяча Там в банке подтемнелой затемнется свеча И ляжет снится, что ли, снимая грусть-тоску Рука крестьянки Оли на жёсткую щеку И ляжет снится, что ли, снимая грусть-тоску Рука крестьянки Оли на жёсткую щеку Спешим же в ночью в югу, пока нервы снило Заканчено и лугу в далёкое село Сгорая госту свечки в час утренних теней Возниться к чёрной речке, оборотил коней Сгорая госту свечки в час утренних теней Возниться к чёрной речке, оборотил коней Сбежит не от испуга противнику на зло Заканчено и лугу в далёкое село Там головы не вывез, склоняя у огня Друзья мои, вернее, скучают без меня Да головы длинные склоняем у огня Друзья мои, вернее, скучают без меня В 2016 году был очередной рейс на Дмитрия Менделеева Я еще был чуть-чуть помоложе Этот рейс был в ноябре месяце в районе Курильских островов И за все там 36 лет плаваний я никогда не видел погоды Гаша Потому что тайфуны с нежными женскими именами Шли с регулярностью курьерских поездов И вы не столько работали, сколько стояли носом на волну Чтобы нас не перевернуло этим чудовищными волнами В районе Курильских островов И аспирантка моя, которая взяла в этот рейс Впервые попавшая на каран Сказала как-то Ну вот, говорят по спикеру Спикер это не Грозлов, не дай бог А спикер это прендентная трансляция На судне, которая объявляет неокладимой командой Объявляет по спикеру команду Ни одно слово не понять Задраить иллюминатора на глухаре Сказали по-голоски, закрыть круглые окошки на железяке Только женщина может назвать иллюминатор круглым окошком Как писала Лоскова Райль, женщина пчела все, кроме очевидных вещей Вот, просто у меня есть цитата А песня-то написана от женского лица У меня не так много песен написано от женского лица Там две или три Вот одна из них просили запеть Тихий океан Ну, помнишь, войдет, смотри Там волна серая камень закипает в пене Там сырой соль капками смахивает скрук Там внизу под облаками шторг улит осенний Там стоит над облаками остров и трог Там внизу под облаками шторг улит осенний Там стоит над облаками остров и трог И когда зальет вода круглой окошко И покатится тайфун, тучи, телегат Я в тревущий океан, прибыли немножко И немножко научусь понимать тебя Я в тревущий океан, полюблю немножко И немножко научусь понимать тебя Будет осень зажигать ледяное пламя Так круто бы на горячем краешке земли Ах, зачем боимся мы так своих желаний От шторгов за остров прячутся словно корабли Ах, зачем боимся мы так своих желаний От шторгов за остров прячутся словно корабли И свеже переживать, милый мой хороший Что вела, не наливать нам в один стакан Не дари прощайся мне, и цветов не брошек А дари мне на прощайся тихий океан Не дари прощайся мне, и цветов не брошек Дари мне на прощайся тихий океан Расскажите о вашем плавании по Северному морскому пути Какие песни пели В районе 70-й, 75-й год 72-й год Плавание, поскольку мне закрыли предыдущие визы В 71-м году В 72-м году я перевелся на работу в Москву В институт океанологии И попал я в Рыз Довольно экзотический перегон Судок типа река моря По трассе северного морского пути Из Аркангельска, Николаевск на море Таким образом, я посчастливился В одну навигацию пройти Весь этот путь А поскольку никакого тогда глобального утепления не было Была целая суровая ледовая обстановка То из 12 судов прошли 4 Но мне обычно везло в жизни Я на том, что человек оказался Вот Помню всякие экзотические моменты Помню, когда мы, значит, собрались в эту экспедицию Наши приятели, которые все плавали только по южным морям Был у меня друг Олег Николаев Сказал, что я в одной каюте Из службы главного инженера Обеспечивающего компьютеры на судне А компьютер на судне был Чудом техники Минс-22 чудовищная машина Штой шкафами В те поры Ну, а Значит, мы с ним Я помню, пред этим плавали в Антарктиду Потом мы плавали в Антарктиду Мы с ним Чего-то он был алкаш Он ушел уже 6 лет 10 назад Хороший был мужик Олег Николаев Вот Но Значит, помню Я говорю Все, Олег А мы высадились на припайне лед Он откололок у соколь льда Ярко-синего антарктического Приехал в каюте Я говорю Ну, зачем? Ну, и старик Нужно Вот, давай все Развожу спирт Давай выпьем Я говорю Ты что, самолча Я больше не могу Я не буду Идиот говорит Мы же антарктический Мы дома развезем Спирт Этого никто не делал Так вот, это сам Олег Николаев Значит А нам что заказали? Ну, люди едут в Арктику А в Родке главный экзотический предмет Это, так сказать, предмет мужского достоинства Маржа Потому что маржа, он костяной Поэтому уж никогда импотента быть не может У покойного Ивана Митча Папанина В его служебном кабинете Был, значит, табуретка на четырех этих маржовых делах стоят Вот Ну, и все наши друзья нам заказали эти маржовые вещи Вот А тут пролив Вельхийского Жуткая ледовая обстановка Мы все расписаны по водяной тревоге Стоим, дрожа от холода Значит, под жилетом На верхнем палубе И то заводим швартовую То отдаем швартовую От снедокола А кровали на все руки Потому что эти презенты-выроковицы Режутся через пять минут Этими остальными тросами Холод собачий Нафиг нам эти самые Обшивку такого бордаши Если пробьет, гаси лампу Температура воды плюс четыре градуса Спас жилет не поможет Короче Все дрожим, стоим, бегом, что-то делаем И вдруг Меня зовут в радиорубку Олег Николаев почесывает толстый пузо На гречесном, кстати, пляже В филиале нашего института Посылает мне веселую телеграмму Привет, он в Арктике сыровый Мечтаю получить моржовый Я злой, как собака Прибежал в радиорубку Отстучал ему ответ Пока что нам не до моржа Живем за собственные горожа Короче говоря Кончились наши ледовые проводки Страх и все Мы вышли в Тихий океан Через Берингов пролив Чистая вода, слава богу И все такое Суда избиты, искореженные Продовольствие кончилось Топливо тоже И тут мы, значит, завернули Капчатке И тут лодцы капитан прочитал Бухта Наталья Крабзавод Рыбзавод Тихая бухта Пошли туда Там заправимся Нормально Крабы, рыбы Туда-сюда Подходим в бухту И смотрим на берегу Странная какая-то картина Смотрим в серию трубу Во-первых, одни женщины Во-вторых, умери в корабли Они там что-то прекратили работу Зашли в костры Стали плясать Явно тут началась праздность Народного гуляния Говорю, по-воду нашего прибытия И вдруг с головного корабля Идет семафор Во изменение первого приказа Бухту Наталья Не ходить Идти в бухту Святого Павла Это как бы напротив Но так По горам Сто километров Не перебежишь Встать на якорь Шлюпок не спускать Там начальство Сообразилось Что оказывается Там вербованная женщина Три тысячи человек Которые завозят туда Мужчин там нет Завозят их туда Для работы Ни один мужик Не вытерпит Такую работу Только женщины Их выносливость И терпение могут Это холодная вода Значит руками Разделывают Эти все дела Тушки всякие Краба В рыбу Все Понимаете И вдруг Четыре корабля С мужиками Мне перед смертью Покойный Герти Снедайфимовича Рассказал анекдот Как сидят Две русалки Посреди моря На камнях Один другой Говорит Слушай Бурангиля Ты веришь В матросов Вот примерно Такая ситуация Ну вот Ну и Посчитали На четырех кораблях Нам 164 человека Значит Как-то силы Неравные Решили Не подпускать Человечек И ушли Мы несловно Хлебавшие Без топлива Без крабов Без рыбы Без ничего И на деревнюю Почью Я написал Такую песню Оказавшуюся Тут пророчески В распадках Крутых Не протаявший Лед Зимы Отпечатки Над пунктой Натальи Рыбозавод Украин Камчатки Как рыбы Плывут Косяки Облаков Над пунктой Глубятся Четыреста Женщин И нет Мужиков Откуда Им взяться Как рыбы Плывут Косяки Облаков Над пунктой Глубятся Четыреста Женщин И нет Мужиков Откуда Им взяться Глубятся 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 Ведь нет Глубятся Глубятся Прости Оправдания Нет Ага Понятно Как бы мне попасть в Париж Это так сказать Селезнодородная песня Есть тут Одна из серий В сериале Посвященная Парижу Глубятся Кладбище Сен-Жиро-де-Бо Где Пожарение Русские В Токсе Белое Гаваде Как бы мне попасть в Париж Где в окне ночная тишь Бил бы вино в просторе На фронтиской земле Бил бы вино в просторе На фронтиской земле Славя Папа Париж Там любви Ты будто лишь Подожди Меня Пари Погуляют На цари Подожди Меня Пари Погуляют На цари Ах Паручик Что за плаш Наш Париж Пустой Мираж Все, что связывает с ним Имя Звонкое Максим Все, что связывает с ним Имя Звонкое Максим Максим Не видай там селых преть, Здесь придётся умереть. Не видай там селых преть, Здесь придётся умереть. Как бы нам попасть в Брюч, Где сейчас ночная тишка, Перед ли на фрускале, На французской земле. Перед ли на фрускале, На французской земле. А мне не дали сняться и не дали, Они поля, родные небеса. А в Сенегаре, братцы, в Сенегаре, Я такие не видел череса. Ох, не славы, братцы, ох, не славы, Преск волны, перцение весла. Хор! Крокодилы, пальмы, пообавы, И жена французского масла. Хор! Крокодилы, пальмы, пообавы, И жена французского масла. Крокодилы, пальмы, пообавы, И жена французского масла. Крокодилы, пальмы, пообавы, И жена французского масла. Дорогие братья и сестрицы, Что такое сделано с соной? А все мне сон один и тот же снится, Широко экранный и цветной. И в жару я снова и в ненастье Все сжигает у меня в оклах. Брем постель распахнутая, Настя и жена французского масла. Брем постель распахнутая, Настя и жена французского масла. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Баку Баку Который Баку То, что есть, то есть Баку Есть? Нет? Этот глобус с названием Баку Какая песня? Первая, вторая, я не очень понимаю. Кто сказал Баку или написал? Ну а тоже Баку Так Опер Нет, Опер не получится, а у нас времени мало. Так Перекаты запоем в конце. Ведем дрожжи. Пожалуйста, прочитайте Родского послова. Нет, Родского послова, да. Хорошо, прочитаю Родского послова. С удовольствием. Серьезные стихи, которые вызвали От СБ книг, значит, название. Самое интересное, что В двух словах Родского послова В свое время, одно из главных стихотворений, Которые для меня очень существенны, Вызвало отрицательную реакцию С двух противоположных сторон. С одной стороны, газета «Русский порядок», А вот так есть, нацистская газетенка, Написала, что только у президента и еврея Могут быть такие проблемы, у русского человека Их проблем быть не может. И так далее. Не подавали меня грязью, что правильно делай. А вторая позиция была в Сан-Франциске. Пришла группа местных евреев Бить меня морду за исправление Родского послова. Рассправление, что я враг еврейского народа Вообще один только любая. Вот. Почему? Потому что вот, значит, Я отрекаюсь от своей крови, Продался русскому народу и так. То есть, интересно вообще такое исправление. И даже вот в Меоце, Где тут есть товарищ из Меоце, да? Еврейское, значит… И здесь! Да, я понимаю. Ага. Да. Там была демонстрация моего фильма. То есть, там много вечеров идет вот этот серийный фильм. Оверненный сон. Да. И одна дама старая встала. Ну, наконец, вы отказались от своих ужасных стихов Родского послова? Я сказал, нет, не отказался. Напрасно. Я сказал, я ушла под жаргук. Да? Да. Еще не вечер. Еще я с этим всем хлебнул. Но это одно из немногих стихотворений, которые для меня принципиальные. И мне очень интересно, если вы не знаете, если кто не знает, узнать вашу реакцию на эти стихи. Именно поэтому я в Израиле, кстати, книгу «Сяков» на русском языке назвал таки «Родство послова». Вот. «Неторопливо, истина простая, В реке времен нащупывает в ротах, Родство по крови образует стаю, Родство по слову создаёт народу. Не от того ли смертных поражая, Непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, Люди отъединяя от зверей. А стая не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки. Там ценятся в сознании у Бога лишь цепкий нюх Да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, Родители любят. Но если слово разойдется с кровью, Я слово выбираю для себя, Или отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, Родство по слову порождает слово, Родство по крови порождает кровь». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЭПЛОДИСМЕНТЫ ЭПЛОДИСМЕНТЫ Ну, две за двадцать два уже напредоточь, предательство спалим, да? Предательство, 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 Лужи не заживающий ножок. Рыдательство, 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 Рыдательство над бедными ножок. Зовет за третий лет теперь трубы в серебряные треи, И лужи не несутся по стерне. Но что тебе святая цель, когда прамидая жилье От выстрела дебиться на спе? Но что тебе святая цель, когда прамидая жилье От выстрела дебиться на спе? Вина твоя, что на твою, Судьбу твою сломалил ротозей. Жена твоя, жена твоя, Жена твоя, жена твоя, и лучший из друзей. А все вокруг, как будто заяц, смотрят ласково в глаза, И громко восстают тебе хвалу. А ты, добыча для ворон, и добрый пуст не разорёт, И гримелек пылиться на полу. А ты, добыча для ворон, и добрый пуст не разорёт, И гримелек пылиться на полу. Учитесь вы, учитесь, 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 Учитесь вы друзьям не доверять, Мучительно, учитесь, учителей, учителя возник терять. И в гор на нож, вонзают пруд, а под тезей берет пруд, И хочется довериться врагу. Земля в закате, в дыбу я умираю, Потому что жить без этой веры не могу. Земля в закате, в дыбу я умираю, Потому что жить без этой веры не могу. Предательство, но жизнь не заживающий ожог Предатель стал, предатель стал, предатель стал на мертвый рожок Зовет за третий лент, трубы себе, предатель, и лужи не несутся по стерне Но что тебе, святая цель, когда пробитая жизнь от выстрела дымится на спине Но что тебе, святая цель, когда пробитая жизнь от выстрела дымится на спине 63-й год, борт русского военного паростика Казачтер, канадский борт Харри Факс Над Канадой, над Канадой Солнце низкое садится Весной давно бы надо Отчего же ты не спится Над Канадой небо синя Межперёзд дождикосыня Хоть похоже на Россию Только все же не сия Над Канадой небо синя Межперёзд дождикосыня Хоть похоже на Россию Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Нам устарышит и гречен И любовь заманит шашки Дразнит нас снежок от вельсий Палит нас и домашний Я снежок от вельсий Дом чужой не новоселье Хоть похоже на веселье Только все же не веселье Я снежок от вельсий Дом чужой не новоселье Хоть похоже на веселье, Только все же веселье. У тебя сегодня святость Ложит солнечная реальность. Не спешите любого махать Но дождями обратно Над канавой небо синя Бежберез дожди косыли Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия. Над канавой небо синя Бежберез дожди косыли Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия. Мальчик кудрявый, весело челой, Коим, где Абель, спросим мы его, В мире, в котором столько простора, Море и горы, солнечный дыбок. Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож брату моего? Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож брату моего? Дальше детский хор. Жили, не каясь, так и будем жить, Прадед наш хор, дал нам эту нить, В мире, в котором столько простора, Море и горы, солнечный дыбок. Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож брату моего? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что было? Так, ух, целый список. Название этой новой книжки Старая песня Название новой книжки И определив, что ее содержали Сильный и бессильный Виттый и безвитный Словно в кинофильме Восемь с половиной Забываю вещи Забываю даты Вспоминаю женщин, что любил когда-то Забываю вещи Забываю даты Вспоминаю женщин, что любил когда-то Вспоминаю нежность И объятий сонных В ротах заснеженных В горницах тесовых В теплую Японию Улетали стали Помню, все не помню Почему расстались В теплую Японию Улетали стали Помню, все не помню Почему расстались Тех домов обои, где под воскресенье Я за собою находился Улетали стали Помню, все не помню Почему расстались Тех домов обои, где под воскресенье Полно, видишь, снег растаял, Одного не вспомню, по ночам Будут расстались. Рочтите, пожалуйста, стихи, стойте, пожалуйста, песни с вороной. А, из питерских, о каком взгляде идет речь? Значит, я сначала пришел из стихи, но я блокадник. Тут есть вторая серия этого фильма, называется «Ленинградские дети рисуют войну», вот в этом сериале, там эта песня, там из стихи звучат. «Недели первые блокады, бои за Гатчина и МГУ, горят Бадаевские склады на низком Невском берегу, мука сгорает «Над районом дым поднимается высок, красивым пламенем зеленым пылает сахарный песок. Скипая, вспыхивает масло, фонтан выбрасывая вверх. Три дня над городом не гаснут, печально это фейерверк, ибо догадывались смутно, горячим воздухом дыша, что в том огне ежеминутно сгорает чья-нибудь душа. И понимали опрещенно, вдыхая сладкий аромат, что вслед задымывал этим черным, и наши души улетят. А в город падали снаряды, садили солнце на залив, и дом сгоревший рухнул рядом, бульвар напротив завалив. Мне позабыть бы это надо, но вот представьте, не могу. Горят батаевские склады на опаленном берегу. Еще есть стишок в последней книжке «Время в пути». Ветер зрей и небо ниже на границе двух эпох, всей довлить в том, что выжил, что от голода не сдох, что не лег с другими рядом в штабеля замерзших тел, что осколок от снаряда мимо уха просвистел. Мой военный опыт жалок в зиму сумречную, этого не гасил я зажигалок, не стоял я на посту, вспоминается нередко черно-белое кино, где смотрю я семилетко в затемненное окно. Вой снаряды ближе, ближе, да бежишь далеко, вся и доблесть в том, что выжил, выжить было нелегко. На том месте, на том месте Невского берега, где из него сикает река Фонтанка и разбит летний сад, в самом левом углу летнего сада, не стоять к нему лицам от набережной, стоит желтый двухэтажный дворец, построенный архитектом Доминика Трезине, как летний дворец Петра I. В этом дворце есть одна удивительная особенность. В каждом этаже по шесть огромных окон, и ориентированные по странам света, означающие полдюжины окон на каждом этаже на запад, а полдюжины на восток. Странное положение этого дворца определило во многом судьбу Российской империи. В краю, где суровые зимы, и зелень холодной травы, дворец архитектор Трезине, пастель у края Невы. Вывес малокуренный запах, кружится дубовый плесток, полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Но земные качаются тропы, у серых морей на краю, до Азии здесь, до Европы, тех, кто эту погоду свою, то ривень Балтийский внезапен, то ветер сибирский жесток, полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Не с этой ли самой поры мы под старской поры не живем, как нам архитектор Трезине поставил сей каменный дом, то вновь орудийные залпы, то новый зеленый восток, полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Откуда мы не позабыли, как был архитектор Тонков, пока золоченые шпили несут про лоса облаков. Зывет наш кораблик вузатый, попутный вольман ветерок, полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поют над прежней церковью, А это все останется едам. И тут же была запрещена. Вечная память солдатам убитым под грозных, Вечный позор генералам подстаивших их. Вечная память солдатам убитым под грозных, Вечный позор генералам подстаивших их. С трудом жить межсобором мучительно спорят, Сборить о том, что такое свободная честь. Мир поделен на подонков утративших совесть, И на людей, у которых она еще есть. Мир поделен на подонков утративших совесть, И на людей, у которых она еще есть. Бой барабана ударит в усталые уши, С трудной гитары сердца позовут за собой. Бой продолжается снова за юные души, Самый последний и самый решительный бой. Бой продолжается вновь на воде и на сушу, Самый последний и самый решительный бой. Наша держава, как судно, сбивается с губцами, И на приходящий, как прежде, перевоженный их. Вечный покой по рекам затонувшего курска, Вечный позор от миранам покинувших их. Вечный покой по рекам затонувшего курска, Вечный позор от миранам покинувших их. Песня про серый гном. К спектаклю детскому по повести замечательной шведской писательской астре Клингрен, Ронни, дочь разбойников, посвященной мальчику и девочке. Это легенда, сказка. А поскольку сказка, то и лес, где они живут сказочные. А поскольку лес сказочный, то там живут разные существа, не всегда хорошие. В том числе серые гномы, в отличие от толкиновских добрых и мудрых гномов, это другая популяция. Они маленькие, серенькие, в нем их не видно, где-то они спят. Ночью они возникают, и объединяются большие банды, и нападают только на одиноких пультиков, только на одиноких пультиков в самых глухих участках леса. Дальше происходит следующее. Если их не боишься, они остаются маленькими и серенькими. Если их боишься, они как собака очистят адреналин и вырастают в пропорционную твоему страху. С тебя и выше. Они агрессивны и неприятны. Могут царапать, закусать, кровь высосать и прочее. Ребята нехорошие. И говорят, думают, что не надо бояться, все образуется, и что не будет. А как не бояться? Ты один, их много, лес гнуходит. Проблема. В песне было написано, говорит, сказки неожиданно себя в позапрошлом году, на одной из концерта, я получил такую записку. Погоди, гад, мы к власти придем, мы тебя первого за ноги повесим. И подпись серые гномы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Возьмем на абортаж, если ты не пахнешь серой, значит ты не наш. Гномы, 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 не дадим жить я чужому, Возьмем на абортаж, если ты не пахнешь серой, значит ты не наш. Гномы, 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 не дадим жить я чужому, Возьмем на абортаж, если ты не пахнешь серой, значит ты не наш. со временем уже плохо следующий раз исполнил песни первый раз погружался просто не даме я а на аппарате пайсис вели вновь вилейском море в районе 78 году вторым аппаратом был аркут отечественной постройки вышел из строя только третье так это мы спели помню что в конце должны спеть предательство волосы атланты так спасибо за ваш что жена французского посла перекаты об жене французского посла об жене французского и нашим мужики замечать спасибо за высокую спасибо за мою высокую осадку так хорошо принцессы что донской монастырь споем договорились а потом уже выйдем на финал давайте а в донском монастыре земли уранского спит в донском монастыре русские дворецы взяв метелью под усы за стеной как близнецы стали на востройке снятся на рядаховых дворцы окрове повецы с вовеной тройки а в донском монастыре спит в донском монастыре русское дворец древнюю шуму от реки и близкие до реки от грачиных криков до беркеры старики до левые парики и поют в языках на вкусу шипят палаты пьет гусарской чести дамы пиковые спят с гербами вместе под бессонной москвой под зеленой травой спит и нас не сумеет бег, что лет закончил свой без войны, без горовой без вселенских сил листопад в монастыре вот и осень здравствуй спит в донском монастыре сладко в донском станет дождь трение тёплый сентябре излетит по странству а в донском монастыре сладко спится на заре морского в донском монастыре сладко Спится на заре русском, варят. Ну вот, атланты и перекаты потом. Хорошо. Когда на сердце тяжесть и холодно на груди Вступаем до армитажа, ты в сумерки приди, Где без пиццей хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махиво не мел со стороны, На ближайных силы колени сведены, Их тяжшая работа важней их работ. Из них отслабник кто-то, и небо упадет, Из них отслабник кто-то, и небо упадет. Почти заплачут волой, повлекают поля, И встанет ли вилой, и кончится тяга. А небо год от года всегда ведь тяжелей, Дрожит оно от года ракетных кораблей, Дрожит оно от года ракетных кораблей. Стоят они, ребята, дочонья и тела, Поставлены когда-то, а следа не пришла, Их свет не дой, не радует, и ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война, Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, Выпершим бы в беду, Не боги, человеки, Привыщен в труду, И жизнь еще надежды, До той пары бога. Атланты небо держат На талинных руках. Атланты небо держат На талинных руках. Атланты небо держат Все перехаты, Капелькарты, Поставь бы их по адресу, На это место, Уж нету карты, Вдовер вперед по обрецу. На это место, Уж нету карты, Вдовер вперед по обрецу. А где-то бабы, Живут на свете, Ручья сидят за водкою. Владеют камни, Владеет ветер, Моей дырявой лодкою. Владеют камни, Владеет ветер, Моей дырявой лодкою. Большой реке я на утро выйду, На утро беда кончится. И поровать я не должен виду, Что умирать не хочется. И поровать я не должен виду, Что умирать не хочется. И если есть там с тобой кто-то, Не стоит долго мучиться. Горбую тебя я на поворота, А дальше как получится. Горбую тебя я на поворота, А дальше как получится. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На болеварных скамейках колтик-молочня, На болеварных скамейках возлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, Я залабываю тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, Я залабываю тонкие руки. И я смеюсь пузырем на осеннем дожде Надо мной городское движение А все круги по воде, все круги по воде Разгоняют мое отражение А все круги по воде, все круги по воде Разгоняют мое отражение Все, чем вспомнено этой земле Знаменит тем и кул в твоей горе с держатой А на чистых прудах лет конькали Свиних отвлекая вагона пожарной А на чистых прудах лет конькали свинь Отвлекая вагона пожарной И все, буду подписывать Спасибо